Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, дорогие коллеги. Мы продолжаем цикл программ «Вопреки». Вы дальше сами додумываете, вопреки чему. И, конечно, многие из вас сейчас скажут, Иванов, Константин сегодня дорвался, кардиология. Конечно, дорвался, друзья мои, потому что В очередной раз скажу, что у нас не просто сегодня И даже не сегодня, а всегда в этой программе уникальные специалисты Но у нас уникальные люди, на которых не просто приятно посмотреть Не просто приятно посмотреть на их работу Но и мы точно знаем, что работают лучшие из лучших Ну и, конечно, сегодня тема кардиологии, куда же без нее К сожалению, пьедестал занимает до сих пор онкология и кардиология Я с удовольствием вам представляю Сазыкина Алексея Викторовича Доктора медицинских наук, профессора, рентген-эндоваскулярного хирурга Заведующего отделением НКЦ-2 РНЦХ Большого близкого друга и, конечно, великолепного специалиста Алексей Викторович, добрый день Большое спасибо, что нашли время в этом каком-то графике постоянно Вы везде, вы знаете, я когда про себя иногда пишу, я везде и всюду Мне кажется, что кто-то у меня перехватил этот пьедестал Потому что вы делаете все Я не понаслышке, конечно, буду сегодня говорить, поскольку мы работаем вместе Это правда, все самые сложные кейсы малоинвазивные практически вы у нас забираете И не всегда это бывает, ну, прямо скажем просто Поскольку мы работаем сейчас в большом федеральном центре Где случаи, наверное, ну, пожалуй, одни из самых уникальных, которые в стране есть Ну и, конечно, прежде всего хотел бы начать Как вы пришли из большой хирургии в малую вообще вот понять И почему, чем заинтересовала вот эта малоинвазивная хирургия Ну, вот, добрый день, Костя Павлович Спасибо огромное за приглашение и возможность встретиться Это же всегда, когда мы встречаемся У нас в памяти могут быть фотографии Какие-то там обрывки фраз, что-то, переписка Хорошо, если мы помним Когда мы идем туда, если мы помним А видео это всегда можно пересмотреть на старости лет И посмотреть, какие мы были красивые и умные По поводу федерального центра Действительно, мы уже с вами два года Два с половиной года работаем в большой государственной структуре Причем такая уникальная история Когда имеется замкнутый цикл Кроме того, что существует три НКЦ Которые обеспечивают, дополняют совершенно друг друга По большой хирургии, такой небольшой хирургии Как наша регионная хирургия Кардиология Еще имеются центры реабилитации Полноценные центры Санаторный курорт на лечение То есть сам цикл От начала преддиагностики До реабилитационных мероприятий Именно так, да Это как раз тот формат По-моему, это уникальный формат в России Насколько я понимаю Есть какие-то похожие истории Но вот именно в таком объеме Это уникальный формат Который позволяет нам с вами В одних руках, в одной команде С преемственностью Обеспечить полную цикл лечения Ну, с одной стороны, конечно, говорю Это у нас большая-большая возможность С другой стороны, для нас это был вызов Безусловно Вызов в хорошем смысле слова Потому что действительно у нас пациент оказывается Начиная там с, условно говоря, отделения Которым руковожу я То есть отделение кардиологии и терапии Потом в подавляющем большинстве случаев У вас отделение центр Ну, центр кардиологии и терапии У меня есть несколько делений Потом в подавляющем большинстве случаев Мы работаем с вами Потому что всегда нужна, во-первых, полноценная диагностика И которая у вас всегда выполняется И если уже нужны более большие масштабные операции У нас есть громадная уже глобальная структура НКЦ-1 непосредственно Но самое любопытное, что потом эти пациенты возвращаются После операции И происходит вот эта реабилитация Но сегодня все-таки программа про вас Про центр мы непременно еще раз и много раз расскажем Как вы пришли в эндоваскулярную хирургию? Как это заинтересовало? Вот просто даже любопытно Где вот тот огонь, который появился в сердце, не знаю, в душе Который заставил этим заниматься? И привел к этому? Я закончил в 97-м году Первый Ленинградский медицинский институт имени Павлова Теперь это университет Далее поступил в ординатуру по кардиологии В РКНПК тогда еще, да? Кардиоцентр Минздрава России В отделении Евгения Ивановича Чазова И на первом году ординатуры То есть первая профильная специальность кардиологии На первом году ординатуры я помню, что Евгений Иванович Нужно сказать для зрителей, что мы с вами выходцы и альмаматор Да, альмаматор у нас общий Общий альмаматор, да Евгений Иванович был в какой-то поездке Что-то там, помните, была история про врачи мира за безъядерный мир Вот такая мощная международная история И после возвращения из Штатов Он сказал, что на Большом ученом совете А там еще были все, кого мы с вами застали Да, мы застали много К сожалению, многие ушедшие там, да, из жизни Профессура, вот этот цвет кардиологии Он объявил, что в Америке, вы знаете, говорит В Америке кардиологи, они делают коронаргофию Нам тоже надо это делать Все покивали На следующее утро, ну, благо, что мы работали в отделении у Евгения Ивановича Я подошел, говорю, Евгений Иванович, я тот кардиолог Он говорит, какой он? Я говорю, который может делать, хочет делать коронаргофию И вот таким образом с левкой руки Евгения Ивановича оказался в специальности Слушайте, это замечательно Я хочу от себя пояснить То, что это не просто американский кейс Или там европейский У нас сейчас тоже создаются масштабные команды Вот как раз команда, которая создана у Алексея Викторовича Но я действительно хочу этим похвалиться Потому что это полноценная команда Которую некоторые называют «Хат Тим» Это команды, прежде всего Не просто эндоваскулярные хирурги Это очень важно А это кардиолог плюс эндоваскулярный хирург На самом деле это то, что во многих странах существует Как бы уже очень давно И это нормально В том числе выполнение ультразвуковых исследований И, например, кардиолог за рубежом Когда он там проходит резидентуру, например Он должен, даже если он кардиологом останется Он сделает непременно Одну, две, три коронарографии И даже сделает стентирование Может быть не самостоятельно Но тем не менее он попробует это сделать Но стентирование достаточно просто Для вашего отделения Я сегодня хочу все-таки поговорить про какие-то более глобальные вещи Разумеется, про клапаны Потому что многие зрители Если врачи более-менее понимают эту историю Хотя тоже далеко не все То пациенты не понимают Когда им вот рассказывают Приходят, пациент услышал там Врач услышал шум У вас проблемы с аортальным клапаном Все, для пациента Для многих в этом случае Это такой приговор Все, большая операция Грудная клетка вскрыта И когда ему рассказывают про какую-то некую там операцию ТАВИ Или еще что Он говорит, а что это, как это, неужели это возможно Через какой-то прокол Расскажите, пожалуйста, что это за технологии Как это делается Но это правда любопытно Вот по поводу Я все-таки с первой части Так, парализонского давайте Парализонского По поводу простых случаев Это и сложно, и интересно сейчас стало И вы сами прекрасно знаете По тому уровню сложности пациентов Которую мы сейчас имеем с вами Потому что, ну, простые случаи Благо, что рентгенохирургическая служба в стране Развита хорошо Простые случаи Какие-то линейные стенозы ОКС Это все делают на местах А вот сложные случаи С отчетной патологией И так далее Приходится делать Поэтому говорить про стентирование Что оно легкое Нет, не в коем случае И это участь как раз Московских или федеральных больших центров Брать как раз сложные случаи На повторные операции В случае рентгенозов Какие-то сопутствующие проблемы С онкологией часто бывают проблемы И необходима операция на сердце И так далее Поэтому про сложность Про простоту я бы не стал говорить Я сказал исключительно простота Только в ключе того То, что какие-то рядовые манипуляции Для хирурга Это уже действительно именно просто А благо, что отделение Отделение оснащено Благодаря очень хорошей административной поддержке Я считаю, что у нас центр Одно из лучших по оснащению По оборудованию отделений Да, существует Ну, практически все Вот я могу назвать Все, что есть доступно в мире У нас в арсенале есть работы Да, Алексей Ильич Я просто по поводу вообще сосудистой хирургии Мы непременно этого коснемся Потому что как раз речь не только про коронарные артерии Как раз тут-то более любопытные именно сочетные патологии Это, кстати, бывает очень часто Например, я помню несколько случаев Когда и после операции наших урологов, например Нам нужно было прикрыться И вы нам помогали Это нижние конечности Которой мало кто тоже занимается Это большая проблема Потому что перемежающую хромоту тоже никто не отменял И на самом деле надо сказать Что мало кто занимается этой проблемой Но все-таки вот сейчас Многие стали обращать внимание На то, что вроде бы она есть Вот эта малоинвазивная операция ТАВИ Но не так часто кто-то ее делает В чем сложности манипуляции? Кому показано? Давайте расскажем Ну ТАВИ У нас серьезный разговор или ток-шоу? У нас и мы можем и так, и так Поэтому, да Я в том плане, что насколько проще говорить По максимально простым языком как раз ТАВИ Есть проблема с ортальным клапаном С теносом ортального клапана Существует два подхода Лечение Это либо открытая хирургия Когда открывается грудная клетка Когда вшивается протез клапана Под большим наркозом На аппарате искусственного врачения И прочее, прочее Второй подход Это мини-инвазивная операция Как ее называют Когда через прокол в бедре Проводится специальный инструментарий И точно такой же клапан Имплантируется уже без остановки кровообращения На работающем сердце Часто под легкой седацией Без наркоза Почему я так говорю? К тому, что обычно Все-таки в России Еще пока мы не достигли уровня насыщаемости Вот этими операциями И пациенты Так скажем 75 плюс Они имеющие ортальный стенос Я мало знаю кардиохирург Которые радостно побегут в операционную 80-летнего пациента И будут правы, наверное Это уже высокий риск Коморбидные, полиморбидные пациенты Поэтому у них нет выхода Либо их оперировать с помощью ТАВИ Либо оставлять на ОМТ И сколько будет отпущено В настоящее время Клапаны ТАВИ Оплачиваются Полностью покрываются государством В рамках программы госгарантии Наш центр суммарный Я имею ввиду, что центр суммарный НКЦ-1 На Абриковском НКЦ-2 Выполняет более сотни Операций таких Очень хороший уровень Оперативной активности Для страны Возможно, что По этому уровню Мы стоим на втором Или Ну, каких-то призовых местах Призовой тройке точно Да Призовой тройке Алексей, смотрите Но вот сама методика Понятно, что вот хорошая И вот когда человек слышит Например, да То, что Хоп И вот так через бедро Можно клапан поставить Ну и, соответственно Тогда сразу возникает А почему тогда мы не ставим И всем эти клапаны Да При той простоте И часто Вы абсолютно правы Пациенты приходят уже Видимо, использовав Яндекс Или Гугл Вот Что через прокол в бедре Когда начинаешь рассказывать Что во время операции Все-таки мы делаем Несколько проколов на бедре Несколько доступов Венозных Несколько артериальных доступов Одновременно Во время работы Мы достигаем Иногда частоты Сокращения сердца До двухсот Да Высокочастотную стимуляцию Проводим То есть Фактически Останавливаем сердце Оно просто Сокращается с такой частот И вибрирует Фактически Да Пациент понимает Что эта сложность операции Довольно высокая Плюс Добавьте к этому Там 75 плюс Возраст С кучей коморбидности Поэтому в нашем центре И мы часто С вами в кооперации Это делаем Вначале мы кладем Пациента В рамках Программы ОМС Для Подбора терапии Для коррекции терапии Обследования И возможности Какой-то корректировки Сопутствующих заболеваний Для чего? Для того, чтобы Во время операции Учитывая Большой возраст Сложный Запущенный Ортальный стеноз И так далее Минимизировать риск Возможных осложнений Вообще По статистике Международной Я могу Минус соврать Около 1,2-1,4% Это Общее количество Инсультов Возможно Во время проведения И всегда У родственников Пациента Возникает вопрос Вот наша Очаровательная бабушка Была В здравом мире Рассказывала сказки А здесь После операции Клапан поставили Возник инсульт Это большая подготовка Именно для того Чтобы минимизировать Риск осложнений Поэтому Массово Или Рутинно Как стентирование Сегодня человек поступил А завтра мы оперируем Это вряд ли возможно Я хочу На самом деле Подчеркнуть Алексей Викторович Об этом сказал Может кто-то Не обратил внимания Это Надо сказать Что это Очень дорогостоящая Процедура Которая покрывается Государством И мы должны Прекрасно понимать Что у нас Огромная страна И покрывать всем Эту процедуру Но это просто Невозможно Не технически На самом деле Не с точки зрения Даже подготовки Хирургов Я хочу на этом Тоже сакцентировать Внимание Потому что Многие так думают Что Ну дескать Мы сейчас подготовим У меня это была Знаете Такая дилемма Когда был ковид И я до сих пор Так считаю Когда наших Уникальных ребят Вас И многих других Даже не многих Не немногих других Как раз Отправили тоже Бороться с ковидом Например Я был категорически против Вот один из тех Потому что Обучить Хорошего хирурга Это во-первых А Сложно Долго И дорого И надо понимать Я прав ведь Да Вот в этой ситуации У нас многие центры В то время закрылись Да Все ведущие Московские центры В общем-то Работали в ковиде Но нужно сказать Что и проводились Тентирования Я помню У нас за 3 месяца Когда мы были Ну при работе В красной зоне Порядка 15 или 18 человек Были с инфарктами Ведь ковид сопровождается Очень высокой Трабогенностью Вот С инфарктами И в общем-то Во время работы Во время работы В красной зоне Мы проводили Такие профильные операции Проводили И была громадная помощь Когда подключали Первое ЭКМО Потому что именно Хирурги помогали Тогда с этим И я просто к чему говорю Что создать вот такую команду Как команду мечты Кардиологическую Это правда сложно Дорого И этих ребят надо ценить То есть на всю страну Создать хотя бы там 10 таких команд Это уже успех На самом деле Да Возвращаясь к клапану К стоимости клапана Вы затронули Действительно Программа госгарантии Покрывает расходные материалы И причем каждый год Это индексируется Ну в какой-то степени Там увеличение квот Идет в зависимости От соответственно Инфляции И так далее Но в прошлом году Мы провели такой Ну не то что эксперимент У нас получилась Половина клапанов Которые мы имплантировали Были российского производства Вот С очень хорошим Критическим эффектом Мы сами Это же первое получается Такое вот Получилось что в прошлом году Мы поставили Вот мы считали с производителем 25% российских То что было за год Поставлено в России Вот С очень хорошим Отдаленным результатом Мы вызывали этих пациентов Через полгода Наслеживали Степень градиента Пикового градиента И так далее Вот И Кроме того что Это качественно Оказалось качественная Хорошая продукция Доступная Потому что в прошлом году У нас были перебои На рынке с западными клапанами Это еще имело Экономический эффект Очень хороший То есть это порядка 45% Разница цены С ведущими Западными производителями Да Сейчас Мы будем это наблюдать И наблюдаем Наблюдаем уже во многом Вот сейчас хороший пример Например Связан с таким препаратом Как симоглутит Который там Известен по другому Торговому названию Который мы не будем употреблять Который сейчас Два аналога российских Тоже появилось Который в три раза дешевле Но это еще понаблюдаем Посмотрим И я думаю Что мы непременно Стретимся Например через год И обсудим это Потому что все больше И больше на рынок заходит И конечно любопытно Мнение И отдаленные результаты Которые мы получим Только через некоторое время У нас В нашем центре В продолжении темы того Что федеральные центры Работают с сложными случаями У нас Из структуры пациентов 95% Это иногородние пациенты Причем это не московская область Это прямо регионы регионы И в регионах Все по-разному Обстоят дела Стави Есть мощные центры В Сибири На северо-западе Их мало Да Их мало К тому что Мы принимаем пациентов С любого региона Без направлений Все в рамках Программы госгарантии По всему сектору Выполняемых операций В том числе и по ТАВИ Я вам даже более того скажу Почему я об этом точно знаю Потому что мы ездили Сами лично в регионы Отбирали пациентов Забирали И дальше в отделении Алексея Викторовича Эти пациенты были прооперированы Тем не менее Медицина будущая Вот я немножко подступился к этому С точки зрения анатомии Конечно наверное Чуть ли не самый сложный кейс Еще очень-очень Достаточно давно Угловым описан Это метральный клапан И вот мне любопытно Как продвинулись технологии Малоинвазивной хирургии С точки зрения метрального И трикоспидального клапана Есть на что надеяться На будущее Малоинвазивной хирургии Уже Вот если говорить Про клиническую практику Если правильно помню С прошлого года Появились квоты На имплантацию Метрального клапана Именно с нашими технологиями Трансоморальными Насколько я правильно помню У Сергея Саныча По-моему в прошлом году Уже несколько операций Было проведено Это пока штучные Такие Разовые операции Сергей Саныч Абугов Речь идет Да Профессор Абугов Профессор Абугов Клипсы Которые увеличивают площадь До нужного размера Который должен был быть И таким образом Восстанавливается Проходимость квапана Все это выполняется Эндоваскулярно Технически Это сложная манипуляция? Технически сложная манипуляция И самое основное Ну те кто Как отделение Допустим Сергея Саныча Когда имеется Хороший опыт По имплантации квапанов Очень важна поддержка УЗИ Специалиста Потому что здесь работа Идет не С привычной нам картинкой А с 3D изображением На эхо На УЗИ сердца Вот здесь необходимо Вот это трехмерное понимание Картинки Поэтому Это сейчас началось И думаю что Так же как и Все предыдущие технологии Там 2-3-4-5 лет Будет массово использоваться Если говорить Вот сейчас Про вообще Большую сосудистую сеть И давайте Немножко коснемся ног Потому что Но на самом деле Проблема большая Пациентов немало И зачастую Ну аортобедренное Шунтирование и так далее Далеко не каждому Пациенту будут выполнять Потому что Это и манипуляция Такая нелегкая вовсе И многие сами пациенты На это не готовы Идти на такую манипуляцию Как мы можем Пациентам помочь Вот опять же С точки зрения Малоинвазивной хирургии С ногами Основная проблема Сейчас с пациентами Я думаю Все хирурги меня поддержат И вы сами Как профессионал Кардиолог Поддержите В том что Наша рекомендация После операции Так называемая Каплайтность пациентов Находится на очень Низком уровне Это правда Это правда Иногда думаешь Должен ли стентировать Словно говоря Ствол Или делать Ставить в подколенную Артерию Хороший Не будем называть Стенд Он единственный Производитель Который позволяет Сидеть на корточках И так далее Если человек Не будет принимать Эппараты Которые мы с вами назначаем И этот труд Может быть Просто нивелирован Абсолютно справедливо Я Лишь Отдельный цикл Передач Вы знаете Это красной строкой Надо прописать То что сейчас говорит Алексей Викторович Это абсолютная правда В плане комплоентности А если более простым словом Приверженности У нас громадная проблема В стране Честно говоря Это касается И терапевтического профиля И хирургического профиля Почему Все предельно просто Я готов вам объяснить Вот приходит пациент У которого постоянно болит Например Вот условно Даже вот здесь Болит 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 Мы терапевтически Уже не готовы справиться Алексей Викторович С командой Справляется Зачастую за 15-20 минут У пациента Сразу ему становится Хорошо И он думает А что это я через 3 месяца Еще буду таблетки принимать Зачем Мне же уже хорошо стало И в итоге Мы такие чудовищные Зачастую результаты После этого получаем Хотя пациенту помогли Проведена была подготовка Сосудистая русло Сосудистый бассейн у него Прекрасно работал До того момента Пока пациент Не решил Что он может самостоятельно лечиться И это на самом деле Чудовищная проблема Прислушайтесь Мы с такими пациентами Сталкиваемся постоянно Возвращаемся к ногам Вот многие пациенты Даже условно говоря 10-15-50 метров Пройти не могут От вас приходят Потому что у нас Не так много препаратов Чтобы им помочь В этой ситуации И начинают пациенты ходить 100-200-300-400 метров За 3 месяца Такой результат Как это происходит Ну это происходит Так же Для обывателя Это не очень понятно В командной работе Опять же Простые случаи Давно не припомню Которые попадаются Да Там какие-то Изолированные Бедренные стенозы Да Вот Только что мы Перед съемками С вами обсуждали Наш пациент Которого мы сейчас Ведем с вами Уже несколько месяцев Да Он поступил С запущенной Трофической язвой На стопе Оказалось Что Сам профессор На пенсии Да Оказывается 3 месяца Он ходил И чувствовал Неудобство 3 месяца Человек ходил Перевязывал Сам раны Ну хирург В прошлом Оказалось Что поражены Были Гнойным содержимым Плюсневые Там кости И так далее Стопа В вашей клинике Была проведена Частичная Апутация От этих Отмерзших тканей Там была альтернатива Либо Апутация по колено Либо Мы с вами побоемся Мы очень долго Первый этап 5 месяца Полтора На разных этапах Он у вас находился Эндоваскулярный Мы попытались Открыть И удалось Это очень Длинная операция Была Вчера Он был У нас Уже повторно Через 2 месяца По-моему Спустя Открывали вторую ногу Там тоже была Оклюзия Но тоже Более проще Более успешно Это типичный пример Нашей с вами Работы Уровня Сложности Этих пациентов А так Это все Технология Проходит Точно так же Иногда Через руку Радиально Позволяет Сейчас инструмент Это выполнять Проводим Диагностику Нижней конечности Иногда Используем Бедренный доступ Контрлатуральный Слушайте Такая вот Еще проблема Технология Точно та же Которая Из коронарных артерий Стентирование Балонирование Иногда Просто балон С лекарственным Покуртом Используем Потому что В ногах К сожалению Нет такого решения Универсального Как в коронарах Когда Стенды с лекарственным Покрытием Они уже сейчас На одном уровне Все производители делают Практически Не закрываются Не 20 лет назад А в ногах К сожалению Все стенды Без лекарственного Покрытия Не знаю почему Технологически Пока нет такого решения И периодически Как бы не был Искусственный стенд Поставлен Через 5-6 лет Бывают повторные операции Поэтому тогда Просто обходимся Балонным С лекарственным Покрытием С таким же эффектом Потому что Дорогие друзья Не надо затягивать На самом деле Помощь Она есть Но чем дольше Вы будете с этим затягиванием Тем больше будут проблем Что такое Почему ноги происходят Проблемы с ногами На первом месте Это курение Диабет Тарсклероз То есть все те Опять же возвращаются Комплейтности Или приверженности Терапии Которые вы говорите Означаете Но Не всегда у нас Ну прямо скажем Это выполняется Да Работы нам с вами хватает Работы нам еще Точно хватит К сожалению Или к счастью Хотя вы знаете Сейчас вот из тех вопросов Совсем недавно Я вел конференцию По искусственному интеллекту Там достаточно любопытный Был доклад В отношении остеоартрита То есть еще одна проблема Которая выходит на первое место Естественно у нас Бич нашего времени Метаболический синдром Диабет О котором мы конечно поговорим В рамках Гори скорее проклятый жир Потому что Хирургия Кстати тоже В этом плане поменялась Вы знаете Я вспоминаю 20 лет назад Такие хирурги Даже такой портрет хирурга Он всегда с брюшком Вот Не потому что он такой Весь ленивый Недисциплинирован Потому что действительно Очень много работы Где-то забываешь перекусить Большие операции Вечером наедаешься И вообще ни до чего Потому что много работы Вот сейчас Диаметрально ситуация поменялась Вот я смотрю на Большое количество Тех ребят С которыми и мы работаем И по всей стране Как-то вот меняется Вот эта история Про отношение к себе Вот с этим понятием Гори скорее проклятый жир Вот ваше личное отношение Вот Я это так назвал Гори скорее проклятый жир Но в принципе Есть ли у нас проблема С ожирением в стране И насколько это важно С точки зрения сердечно-сосудистой Хирургии и опять же Рисков И многого другого Проблемы есть Не только в стране Я думаю, что во всем мире Об этом говорит Вот допустим Нам два года назад Поставили новую Географическую установку И раньше установки Имели мощность Как правильно Веса То есть ограничение по весу Там порядка 150 килограмм Сейчас Эта установка Позволяет выполнять Уже операции Все те же самые 300 килограмм Пациенту Ого Я не знал Кстати об этом Да Откуда-то же Пришли эти показатели То есть Значит есть потребности Рынок перестроился К тому, чтобы Я помню у этого У КТшника по гентре Обычно Там 180-200 килограмм Был, но больше Из-за окружности Да У нас Когда пациент выставляется До 300 килограмм Позволяет проводить Пациенты Ну были рекордсмены 180-190 За 200 пока не переваливало Конечно Проблема есть Но это проблема Скорее Кардиологов Это проблема Скорее людей Я так думаю Проблема людей Или нет Или все-таки Мы не так Вот преподносим Может быть Мало информации Преподносим С точки зрения Вы знаете Вот настолько Просто любопытное мнение Вот мнение Даже в большей степени Не просто специалиста А вот друга Смотрите Так много в стране Стало диетологов Такое впечатление Знаете Как фотографы Психологи Психологи А теперь диетологи Ну потому что Давайте будем честны Это выгодно А в принципе Я вот это В плане большой науки Это точно не считаю То есть Я могу за 3-4 часа Точно совершенно Пациенту объяснить Как ему нужно питаться Дальше проблема будет Его в дисциплине И захочет ли он это делать Вот мы Неправильно как-то информацию Пациенту доносим Или это обоюдная проблема И врача и пациента Ну Я думаю Что появилось Вот вы хорошо сказали Препарат Который мы не будем называть Коммерческое название Да Это же очень облегчает жизнь Это облегчает жизнь Но семаглутит Которое активное вещество История его в том То что Как только мы начинаем Его отменять Если принцип жизни Не изменен у пациента Он очень быстро вернется Не просто к своему весу Да К примеру Я не знаю Почему про него уже говорили Да Тем не менее Допустим Он применяется В течение года Ну до года его можно использовать Для чего это делать Для того чтобы человек За этот год Сформировал свои правильные привычки Правильно? Да Чтобы он привык Там есть в одно время Не смотреть уже больше На какие-то там Вкусные Нехорошие вещи Вот за этот год он должен Сформировать свои правильные привычки Вот я про это же и веду То есть по-хорошему Это дисциплина И это изменение сценария Своей жизни Да То про что я говорю Как у вас со спортом? Со спортом Раньше конечно Я любил какие-то активные виды спорта Вот когда перешагиваешь Какой-то определенный Возрастной клуб То уже стараешься Делать это регулярно Но в меру Ну на самом деле Отчасти это тоже Совершенно справедливо и верно Потому что так или иначе Про суставы тоже не стоит забывать Поэтому все Ну еще для себя я решил Что бег Вот сейчас для меня бег уже Наверное неправильно Поэтому я предпочитаю ходить И правильно делаете По большому счету Это такая избитая норма Которую нужно соблюдать Избитая норма Она сейчас С точки зрения Американского Союза Ее на самом деле С точки зрения Рекомендации Никогда и не было Ее никогда не было Это такая эфемерная цифра Кардиологов Сейчас есть Более абстрактное понятие Это 150 минут В неделю спорта Вот это Это более правильно Вот Но Вот вы сказали Наверное ключевую вещь Вот в плане бега Потому что это опять же У нас вот когда мода появляется Одно время Модно было Ну прям курить Вот это было модно Ну как ты с сигареткой вышел Ты уже познакомился Там еще что-то Сейчас другая мода появилась Но в плане бега Честно говоря Друзья мои Я это делаю Например Но я все риски беру на себя Я вот честно Я всегда это говорю Все риски Это был такой элемент Раньше Когда я был Социальной сети Ватсап Или там Мессенджеров Каких-то Мессенджеров ВКонтакте Вот Когда нужна была Какая-то социализация Абсолютно верно Пришел Как-то тебе уже полегче Что ты уже знакомишься А сейчас у нас есть У многих Там Друзья Условно говоря С которыми Вот у меня есть С которыми даже Мы где-то работаем Партнеры Из других регионов Из других стран С которыми ты даже В личной никогда не виделся Но ты с ним переписываешь И такое ощущение Что ты с ним дружишь Поэтому вот эта социализация Сейчас не так-то важна Слушайте Ну это настолько удобно Я вот опять же В плане технологий Как это вот Занимаясь одним пациентом Условно говоря Я от вас уже получаю фидбэк Ответ Там через 5-7 минут С обработкой информации В 3D реконструкции Чтобы там тот же самый клапан посмотреть Что за команда Вот наверное Вот к этому я сейчас Основному и подведу Потому что вы занимаетесь Не только Мы говорили про сосуды Вы занимаетесь В частности Конечно же Постановкой и кардиостимуляторов И радиочастотной аблации Вот в плане кардиостимуляторов И так далее Это уважаемые друзья Это очень важно Потому что как раз Нарушение ритма сердца И проводимости Это наверное Одна из тех ключевых проблем Которой мы будем заниматься Еще очень и очень долго Это одна из проблем Внезапной смерти В том числе и у молодых пациентов И вот вы вкупе занимаетесь всем Расскажите Как вот это Что это за команда Что это за специалисты Кто эти люди Которые занимаются Вот этим всем Ну кроме того Что необходима Стандартная географическая установка На которой мы выполняем В общем-то Все наши вмешательства Там требуется еще Такой специальный комплекс У нас существует Тоже экспертного класса От одного из крупного производителя Который позволяет Как раз Строить Виртуальную картину Проводящей системы сердца Что такое коронарография Когда мы глазом видим Как проходит Проходимая артерия То есть есть листонозы Чистая артерия И так далее Что такое эфи Это первый этап Аналог коронарографии В кардиологии Это как раз Мы оцениваем Строим карту Виртуальную карту В трехмерных изображениях Проводящей системы сердца И можем видеть Откуда Где Какие Участки Страдают Откуда Происходит Нарушение ритма сердца Перебои Какие-то серьезные Желудочковые тахикардии Вторым этапом Мы с помощью Специального инструментария Можем эти Участки Подавлять С помощью низкочастотного тока Два существуют метода Холодовая И низкочастотный ток С помощью низкочастотного тока Можем пережигать Ну так мы называем Пережигать Эти участки Аномальной активности И восстанавливать ритм Вот это как раз Та специальность Где у нас Этим занимается Отдельный человек Мы называем Ритмолог Хотя это по специальности Ритмолог То есть хирург И кардиолог Да Сертификаты Ритмолог Который выполняет Эти процедуры Алексей Викторович Но помимо вот этой Технической части Я к чему еще хотел сказать То что вот вся команда В принципе Это же должен быть Специалист по компьютерной Томографии Верно? Вот если мы говорим Например про клапан То есть это Начинаем с него В нашей клинике В РНЦХ Это очень на высоком уровне Обстоит Проводится При подготовке К планированию ТАВИ Проводится Компьютерная томография Далее В специальной программе Проводится обсчет Где мы считаем Не только диаметр Артерий феморальных Чтобы инструмент Слонгая прошел Мы смотрим На всем прохождении Потому что инструмент Довольно крупный Мы смотрим На всем прохождении Аорты Наличие каких-то Атарсклерозов Кальциноза И так далее Мы видим В трехмерном изображении Сам клапан Мы понимаем На что мы идем На сколько жесткий Кальциноз И в том числе Самый принципиально важный момент Я наверное обязательно Вот это тоже подчеркну Понимаете Очень важно Замерить Настолько точно Этот клапан Потому что Вариантов у вас будет Ну вариантов два Бывает даже Два Третьего уже не будет На самом деле То есть это настолько Точная методика Да Сотые миллиметра Там идут Да Потом отхождение Допустим Мало красиво поставить клапан Да Коронарная артерия Которая отходит Поэтому высота синусов Очень важна Много Много Рентген Эндоваскулярный хирург Безусловно Кардиолог Понятно Который Этого пациента готовит Функционалисты Функциональная диагностика Опять же Вы сказали Очень важную вещь С точки зрения Трехмерного ультразвука И так далее И сейчас есть еще более Современные методики Но это уже отдельная история Про ультразвук В том числе сведения Даже контраста Которая используется Ну и получается Безусловно Анестезиолог Реаниматолог Который во все это время Прям такая Важная составляющая Который постоянно По сути Нас подстраховывает На протяжении Всего этого Процесса 21 век Мы пришли к такому Понятию Как Ну сейчас все Об этом говорят Как же Но опять Какая-то некоторая Мода Тогда в свое время Сначала Бигдейта Потом Искусственный интеллект Как вы думаете Ну вот честно Ваше личное Мнение Может быть Где-то даже опыт Искусственный интеллект Насколько он будет Помогать Рентгенно-эндоваскулярному Хирургу И сможет ли Вообще Помогать Ну уже Примеры такие есть Причем Примеры которые Уже масштабируются По стране Да Это вот работа Допустим Пример московского Московского Возрыхания По Применению Искусственного интеллекта В плане Обработки снимков КТ Рентгена МСКТ И так далее Да В онлайн режиме В течение 10 минут Искусственный интеллект С высокой вероятностью Уже уставить диагноз Вот В нашей практике Уже имеются Элементы искусственного интеллекта А именно При проведении УКТ Оптических Климентов Домографии Я думаю Что вы скажете Что это такое Более развернуто Да Обсчет идет Последняя версия программы Идет с помощью Элементами Искусственного интеллекта То есть Формально Формально Но очень часто Это Часто Это имеется Больше 90% Совпадает мнение То что дает машина С мнением оператора Многие опасаются Искусственного интеллекта Даже вот Некоторые пациенты Говорят Нам искусственный интеллект Не нужен Вот ваше отношение Я кстати Честно вам скажу Что я несколько тоже Опасаюсь Но если пациентам И препараты Никогда не нужно Нет Я по другому Вы знаете Я даже на бытовом уровне Тут размышляю Вот есть у меня Там Вот это условно GPT Да И у меня ребенок пришел Мне осталось Чтобы уроки сделать Он GPT Вот это все ввел И с высокой долей вероятности Он вряд ли у меня Усвоит эту информацию Ну вот я вот даже С этой В этом ключе Не так ли Он может с помощью него Домашнее задание делать Да Уже Кандидатку кто-то написал С помощью чата GPT Вот меня Меня на самом деле Это настораживает И пугает Честно говоря Вот мне в некотором ключе Я считаю Что пока Например Это мое личное мнение Заменить Ни оператора Ни врача Полноценно невозможно Потому что опять же Тот же самый Человеческий фактор И все остальное Никакой искусственный интеллект Оценить не сможет Ну мне кажется В медицине Все-таки медицина Всегда При том что Прорывные вещи происходят Она в основном Более консервативна То есть это все Быстрее происходит Там не знаю Автопилоты Какие-то машины Там да Которые с пояснил Много В большом количестве ездят У нас более консервативно Допустим Не то что искусственный интеллект А какие-то элементы Робототехники появляются Вот сейчас На рынок вышел В прошлом году В декабре Вышел новый клапан Где уже Имплантация Раскрывание клапана Происходит С помощью нажатия кнопки Значит механическая А раньше мы Не то что раньше А сейчас еще продолжаем Крутить Да Ну какие-то элементы Роботизированных систем Мне кажется В медицине Это более консервативно И медленно То есть бояться Что это быстро Войдет Вот именно В какую-то оперативную Хирургическую деятельность Ну вряд ли стоит опасаться Вот и я Обработка Диагностика Какое-то общение С пациентами Даже да Первичное Для выяснения Там Каких-то базовых Его потребностей Это возможно Ну кстати Этим Многие Вас пользуются Я хочу сказать Что Когда я был Наслежим Бог знает Это уже достаточно Было давно Это было Сначала в Гетебурге Потом это было В Цурихе И даже это было Я помню В Таллине Вот у них Какая-то обработка Уже тогда Была Набор программ Просто Это действительно Чтобы не занимать Время у врача С точки зрения Еще одного В моментах Любопытно Ваше мнение С точки зрения Роботоссоциированных Операций Потому что Вот опять же На мой взгляд Достаточно спорная история Потому что В Соединенных Штатах Америки Например в урологии Достаточно много Этих операций Делаются на простате Но в моем понимании Я понимаю Всю травматизацию То, что в меньшее И так далее Это еще и Все-таки Коммерческий интерес То, что Другие операции Может быть не хуже В принципе По факту Который выходит Будет ли применяться Роботизированные операции Вот В кардиологии Могу сказать Что Если правильно Помню С прошлого года Опять же В программу Госгарантии Появились Тарифы На проведение Роботизированных операций Все-таки Экономика Она Правильно сказать Не экономика Двигателя А вот Продвижение в медицине Идет из-за Финансовой поддержки Конечно Государство Выделяет деньги На роботизированные операции Насколько я знаю У нас В нашем центре Суммарно Несколько сот таких Операций Это наверное Один из немногих Центров В России Выполнены По разным направлениям Таракальные хирургии Онкологическое направление Онкологический профиль Вот Касательно Кардиологии Или вот нашей Генхирургической Специальности Пока В практике Применения Таких роботов Нет Несколько лет назад Я помню У нас Проводились На базе нашего центра Одна из Зарубежных компаний Проводила Тестирование Этого робота Мы участвовали В программе Клинических испытаний Вам К получению Регистрационного Установления Но насколько я знаю Даже и в мире Дальше это Не пошла история Ну а теперь Немножко о личном Так сказать То с чего Начинались мои Соцсети Я везде и всюду Алексей Викторович Много что тоже Посмотрели Вот Три самых любимых Места в Москве И три самых Любимых мест На планете В Москве В Москве Ну на первом месте Это конечно Мой дом Это я Не скажу вам где Не скажу Да Мой дом Это точно Совершенно Втором месте Мне нравится Центр Ну центр Центр большой Не жить А гулять Именно гулять По центру Вечером Гулять по центру Когда это Хорошая погода Вот Ну я бы все Вот суммировал Так я люблю Мне очень нравится Москва Она стала Комфортной Комфортной Удобной Поняту в целом Слушайте На самом деле Вот Когда мы говорим Да Тут можно совместить Я везде и всюду Я везде и всюду Игорь Скорее проклятый жир Гуляйте по Москве Я просто скажу Ну как бы Места-то Они от людей Если ты хочешь Один побыть Тебе хорошо Везде будет Одному Если ты собираешься В компанию То это в общем-то Зависит от компании От друзей Нет ну почему Все какие-то есть У кого-то Излюбленные места Вот они приезжают Да из раза в раз Например Там я не знаю У кого-то это Сокольники У кого-то это Я вот прекрасно знаю Что например Музеон Да Вот кто-то прям любит И он туда Постоянно приходит Мне очень импонирует Ваша история По поводу прогулок По Москве На самом деле По всем этим переулочкам Сейчас более того Даже есть программа Когда это можно Еще узнать историю Полноценно Когда ты не просто гуляешь А еще и полноценно узнаешь Но и тогда Три места в мире Нет это У каждого человека Я просто чтобы было понимание У каждого человека Это ассоциируется с чем-то У меня например Могу сказать точно Одно из мест это Испания Это Мадрид Ну потому что я там Своей супруге делал предложение Например Поэтому у меня вот Ассоциируется с этим местом Мы же как-то доктора Да Мы часто Ну так скажем Участвуем в международных конференциях Да С выступлениями Допустим В прошлом году У меня Мои хирурги выступали В четырех И в Корее И в Турции И во Франции Вот молодые хирурги Ребята докладывали свои работы Да Представляли Цеха Вот Поэтому мы часто видим Это все со стороны Участия Конгресса Конгресса Да И тем не менее Есть какие-то места Которые вот в сердце Вот запали Да Упорные Не отпущу просто так Упорные Я помню Мы были Совсем Только-только еще Маленькие дети Были Были в Италии В Италии Это были места Там Места По-моему Ля Специя Где Поэты все И русские Русские писатели Очень любили Бывать И писать Ля Специя Такое интересное Местечко Очень красивое Очень красивое Да То есть Одно место Совпадает Ну Понимаете В чем дело Они совпадают Точно Потому что Это действительно Я человек Который Я визуал То есть Я люблю Все красивое Поэтому да Там места Совершенно уникальные Которые Есть такие же места У нас У меня например Вот одна из мечт моих На следующий год Например Это Байкал Я очень хочу его увидеть Я своими глазами Его не видел Вот как бы я Это хочу увидеть Ну и так Италия Одно из мест Италия Сокольники Сокольники Да И Северная Гвинея На первом месте Это дом На первом месте Договорились Ну и теперь У нас наверное Осталась Финальная наша Рубрика Это Бесполезные советы Что необходимо Делать пациенту Чтобы он сразу Стал больным И попал к вам На вкусно и точка Так Вкусно и точка Так Первое Сразу говорю Это совпадение Просто название Компании Но это именно Фастфуд Если вкусно Человеку Значит это вредно Так Первое Второе Второе Все совпадения Вымышлены Второе Телевизор Телевизор Да И диван Телевизор и диван Да Друзья мои Это был Алексей Викторович Сазыкин Спасибо большое Нас правильно поймут Обязательно Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому